Девушки отдыхают Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что свершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно осознал свое разъединение с сыном. Он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он бывало зимою в Петербурге по целым дням. Просиживал над новейшими сочинениями. Напрасно прислушивался к разговорам молодых людей. Напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. Брат говорит, что мы правы, думал он. И отложив всякое самолюбие в сторону, мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы. А в то же время я чувствую, что за ними есть что-то, чего мы не имеем. Какое-то преимущество над нами. Молодость? Нет. Не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас? Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. Но отвергать поэзию подумал он опять. Не сочувствовать художеству, природе. И он посмотрел кругом, как бы желая понять. Как можно не сочувствовать природе? Уже вечерело. Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсти от сада. Тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи. Он весь был ясновиден. Весь. До заплаты на плече. Даром, что ехал в тени. Приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи со своей стороны забирались в рощу. И пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым цветом, что они становились похожи на стволы сосен. А листва их почти синела. И над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко. Ветер совсем замер. Запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени. Мошки толклись столбом над одинокую, далеко протянутую веткую. Как хорошо! Боже мой! Подумал Николай Петрович. Он любил помечтать. Деревенская жизнь развила в нем эту способность. Роман «Отцы и дети» справедливо считается вершиной творчества нашего великого земляка. Причем образ главного героя, Евгения Базарова, пришел к Тургеневу таинственным образом. Тургенев очутился в Англии на острове Уайт. Он гулял по кладбищу кораблей. Разглядывал якоря ржавые. И вдруг на одном якоре он увидел надпись «Молодая надежда». И тут с ним случилось нечто вроде видения. Он внезапно почувствовал запах смерти, вот этот запах тления жутки. И перед его внутренним взором предстало лицо молодого человека. С висящими бакенбардами, высоким лбом, человек умирал от тифа. Евгений Базаров таинственным образом явился своему будущему создателю. И Тургенев принимается работать над романом. Роман вышел в 1862 году в журнале «Русский вестник» с посвящением другу и учителю Тургенева Виссариону Григорьевичу Белинскому. И роман прочли все, кто даже книги отродясь со школьной скамьи в руках не держал. Правда, роман именно скандальную славу. Роман приняли и поняли далеко немногие. Русское общество отвергло роман. Но, пожалуй, друг Тургенева Боткин, Дмитрий Писарев, критик, писатель Достоевский, похвалили роман. И Тургенев признался, что разбор Писарева необычайно хорош. Должен признаться, что он вполне понял, что я хотел сказать своим романом. И отчасти роман стал причиной отъезда Тургенева за границу. Но потом, с течением времени, в 70-х годах, молодежь приняла роман и Тургенева с распростертыми объятиями. Ведь образ Базарова так поразил читающую молодежь, что один студент написал в своем дневнике «Хочу быть Базаровым». А потом уже, конечно, роман был переведен на десятки языков и считается одним из лучших произведений Ивана Сергеевича Тургенева. Редактор субтитров А.Семкин